С вами Вячеслав Юрин. Добро пожаловать на Де Фактор. Еженедельный обзор немецких публикаций о России и ее соседях. Мы выбрали для вас самое интересное. Телеканал ARD не забывает о судьбе Юлия Тимошенко. Супруг экс-премьера Украины попросил политического убежища в Чехии. Это однозначный политический сигнал, считает эксперт Олаф Бок. Муж Тимошенко не политик, он бизнесмен. Но беспокойство за судьбу жены заставило его выступить с политическим заявлением и напомнить Европе о том, что его супруга все еще находится в заключении. Франкфуртер Allgemeine Zeitung наблюдает за развитием беседы писателя Бориса Акунина и юриста Алексея Навального, который публикуется в блоге писателя. Акунин выступает как представитель либеральной интеллигенции, которая беспокоится, куда поведет Навальный Россию, если окажется у власти. Не ведет ли этот путь к национализму? Особое внимание, которое западная печать уделяет беседе двух оппозиционеров, показывает, что контуры будущей России, России без Путина, намечаются уже сейчас. Российские власти используют в целях пропаганды фотомонтаж, отмечает Дивельт. В провинции пропутинская газета напечатала фотографию Алексея Навального с опальным олигархом Борисом Березовским с подзаголовком. Алексей Навальный никогда не скрывал, что деньги на борьбу с Путиным ему дает Борис Березовский. На самом деле, на месте Березовского на оригинальном снимке находится другой олигарх, Михаил Прохоров. Факт фотомонтажа послужил темой для бесчисленных шуток в интернете. Алексей Навальный никогда не скрывал, что деньги на борьбу с Путиным ему дают инопланетяне, иронизируют блогеры. Дицайт рассказывает историю немца Клауса Йона, который вместе с семьей переселился в российский город Воронеж. А как же мафия? Дикие медведи, злые люди предупреждали его. Напротив, Клауса, работающего сегодня в аграрном секторе, встретили радушные люди, низкие налоги и интересная работа. Я научился избегать суеты. Мы, немцы, слишком зациклены на немедленном решении проблем. Иногда следует просто подождать, как делают русские, говорит немецкий иммигрант. О чем немецкие СМИ сообщат завтра, мы расскажем вам в следующем выпуске The Factor. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok